как ни крути решила записать видео сначала думаю не буду записывать почему потому что я короче вон у меня тут на голове что попало и мне уже даже некогда губы эти накрасить что более-менее нормально выглядит потом думаю кому нужны мои напрашенные губы ну а тут вон волосы у меня торчат короче это все нужно идти мыть до упала я его там закручу с чего начала как всегда не с того здравствуйте мои дорогие подписчики нормально пойдет я готовлю готовлю я рагу хочу попробовать баклажанная рагу скажу честно как-то готовила давным-давно не помню но приблизительно я догадываюсь что здесь должны быть порезаны быть все овощи у меня нет помидора нет помидора не беда абсолютная не беда обойдемся без помидор я сюда для красноты добавлю кетчупа так вы что думаете если не села на эту гребаную диету нет не села сейчас сделаю это рагу и потом буду готовить себе на завтра иду мне надо чтобы готовая была потому что готового нету с утра встала некогда готовить что есть холодильника берешь что ешь а там только колбаса хлеб майонез вот это вот все вредное ненужное сегодня я решила себе приготовить на завтра завтрак а ну хотя на завтрак я знаю что я буду я буду банан с кефиром вот и это будет весь мой завтрак потом я наверно скушаю еще один банан часиков в 11 мне по-любому захочется сильно кушать я съем банан и выпью кофе с молоком без сахара на обед я себе хочу отварить гречки короче я хочу посидеть на гречневой диете она говорят что она вредная там что-то садится поджелудочная что вообще что-то там можно посадить сейчас натушу овощи и с макаронами для ребенка если не съесться это все у меня уйдет пиццу добавится туда просто этот колбаса сыром сверху натрется и будет шикарнейшая основа поэта пицца поэтому здесь все продумано можно готовить побольше чтобы потом хотела на пиццу мой как вспомню как я те года прошлый год не так а позапрошлый все лето я делала соленье варенье я экспериментировала я крутила этот консервировала не было так интересно я включала передачу мужское и женское я все выпуски наверное пересмотрела какие только были даже по нескольку раз некоторые смотрел еще что хочу рассказать у меня в тик токе больше тысячи подписчиков но у меня не появилась вот эта кнопка стрим потом сынок мне говорит на интернете посмотрел почитал все узнал говорит мама ты стрим не можешь выходить потому что у тебя возраст указан мой а у меня-то оказывается в тик токе указан витин возраст я когда этот тик ток создавала я почему-то указала там свой аккаунт но дату битину честно словами не помню почему этому по-любому должно быть какое-то логическое объяснение просто так я бы этого не делала однозначно но развивать и кто как-то для меня это было прочее кто время когда я создала этот тип ток и для меня это было ну что-то не могу я уже устарела для этого ну что-то в этом в плане сейчас видите прошло время и я начала потихоньку потихоньку развивать и кто под за два месяца у меня тысячи подписчиков вот и почему я это говорю по идее я должна была сегодня уже уметь выходить в стриме но у меня не появилась кнопка стримов из-за возраста но ведь я мне сказала как сделать нужно написать техподдержку тик тока вот я написал и они мне изменили мой возраст и у меня появился появилась кнопочка стрим теперь у меня другая история я хотела выйти посмотреть что это вообще такое нужно же потихоньку обучаться этому правильно но у меня там стоит какой-то фильтр то есть я я вроде бы как вижу себя но это не я я там до такой степени как-то изменена там стоит какой-то фильтр и глаз и губ и носа и лица и вообще тени что мне самой как-то не по себе я сейчас выйду в стрим не скажут ты покажи свое истинное лицо там реально видно что это все эффекты а я не знаю как это сделать как убрать эти фильтры все эти эффекты я уже где только там не что я только не нажимала не знаю даже сейчас опять приготовлю кушать немножечко освобожусь и пойду этот посижу подумаю как это делается спокойно на спокойную голову я сейчас специально хожу успокаиваю ну типа полы перемыла немножко отвлекусь потом заново выйду готовлю я рагу готовлю я рагу баклажанную а я говорила наверно да мы иногда вот так включишь видео записывать блин сказать нечего почему я постоянно нос чешется сказать короче как будто бы им нечего а иногда записываешь и прям болтаешь болтаешь и сколько всяких тем для разговора есть надпнулась на девушку мукбангера ну так классно все такое но она кажется инвалид у нее что-то с руками но она мне понравилось очень понравилось я думаю как я до такого не додумалась ничего у каждого свое так что я закинула сюда до готовьте вместе со мной я нарезала лук кубиками морковь кубиками перчик красный кубиками баклажан ой это кабачок кабачок кубиками и все это я обжариваю сейчас я туда добавлю еще баклажан я добавлю всякие специи потом томатную пасту это у меня будет кетчуп я рассказывала да что я томатную пасту не покупаю она мне плесневеет но мне дали два совета первый совет это нужно сверху горчицу ложить него когда она не заплесневеет и второй совет нужно масло подсолнечное наливать сверху и тогда она тоже не заплесневеет ну я еще не покупала ничего не пробовала так что а я знаю я отварю картофель да и и макарон чуть-чуть короче это у меня будет надо картошка вареная и сверху я вот так налью вот этот вот тушеные овощи сейчас еще один кабачок да дорежу баклажанчики порежу ой я в том году готовила баклажаны в томатном соусе боже мой это так вкусно а мы сразу вперед и съели мы главное вперед съели персиковое варенье еще даже зима не наступила мы съели сливовое варенье тоже вперед еще и мы съели вот этот вот баклажаны в томатном соусе то есть они зашли нам всем не ведь уши поле сколи не знаю что делать прям ей богу вот не знаю все люди не меня сейчас он такой хороший раз чудесный но я прекрасно знаю что это его маска мы даже сейчас когда начинаем что-то доказывать друг другу у каждого же своя точка мнения зрения начинаем друг друга что-то доказывает все мы оба срываемся так вроде и ничего вот не было бы вот этот поганый рот это все было бы офигительно так ну что ну красотища сейчас еще баклажанчик порежу сюда прекрасный хороший баклажан баклажан покрупнее порежу можно их еще обжарить на масле сделать тещин язык я делала на природу мы ездили когда отдыхать я делала ой всем так понравилось мы так быстро их съели я правда делала по моему два кабачка сегодня хочу еще побегать или попрыгать или не знаю а лучше и то и другое да лучше и побегать на дорожке и на велотренажере поездить все еще куча дел и богу еще по работе там нужно дела сделать потом нужно этот написать по работе обувь хотела еще ветюшины все кроссовки вот это все сандали хорошо помыть почистить у нас как будто дождик собирается мама моя на свадьбу пригласили где-то у кого-то гуляет на свадьбе фото скидывала блин такая красавица мамочка у меня очень красивая женщина очень культурная воспитанная я уверена она гордится нами что она что уголками с тренкой это наверное сама вообще знаете я хотела сказать я очень счастлива я правда счастливая женщина вот что бы в моей жизни не происходило а мне отсюда пишет одна женщина в тик токе она пишет я гадалка профессиональная могу вам а еще и первое гадание бесплатно могу вам судьбу там предсказать что будет ближайшее будущее я так посидела посидела подумала и и пишу я не хочу знать что будет что было я уже знаю что со мной в данный момент происходит я тоже с трудностями там с какими-то преградами в жизни я сталкиваюсь я справляюсь с ними потихоньку карабкаясь как я это умею как я это могу как я это чувствую я преды преодолеваю все постепенно то что мне судьбой дано я тоже это перенесу бог не дает там каких-то испытаний которые человек не сможет перенести еще я думаю что суждено то и случится как только ты не бегай не не ходи не от судьбы не убегай в любом случае что суждено тебе то и случится я им так и написала что суждено мне то я эти все трудности преодолею как бы самостоятельно и мне понравился мой ответ я сама такая сижу думаю как-то мудро я и так написала ой ну все все хвалю себя да сама себя не похвалишь никто не похвалит вот тут я нормальная но там в этом тик-токе у меня и румяна и как выровненное лицо и я неестественная кукла там вообще получаюсь прям кукла кукла мукла кукла барби вот это американской и мне поэтому стыдно выходить в этот стрим потому что мне скажут чё блин покажи как какая ты там поди страшно я такая как это изменить исправить еще мне сегодня пишет один парень в тик-токе там наверно тоже да всякие бывают и хорошие и нехорошие не знаешь от кого что ожидать пишет что типа я тебе прям сейчас готов скинуть 500 баксов если ну твои видео совпадают с точка какая ты в реальности я сначала удивилась как бы пошла с ним на контакт начало с ним общаться блин потом короче это дано что упал а то пропало опыта не поняла вот как он не пишет у меня 7 лет не было женщины если нет уже в разводе у меня не было отношений а тут я увидел тебя и у меня все там короче нормально он говорит за твой номер телефона и созвон по видео я скидываю 2000 баксов деньги соответственно вперед типа я сначала тебе скидываю 2000 долларов ты снимаешь с любой карты какой нужно банка потом ты мне скидываешь номер телефона мы с тобой созваниваемся по видео и вы догадываетесь я не буду это говорить у меня витя когда это увидел совершенно случайно и нечаянно он говорит мама чтобы я это первый последний раз видел он меня вообще отчитывает как это как будто он у мой папа а я его доча ну короче вот такая история я больше не общаюсь никуда не выхожу ни на какую связь с этим мужчиной ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй вот такие вот дела так что можно сюда закинуть сюда можно перчика только перемыла полы я теперь топтаюсь поэтому час я соберу и а то я по ним попчусь ой ой да выпендривалась болтала-болтала стояла все полетело так тарары вон вон целую жменю я выкидываю вот такие вот короче дела ладно сполоснула и бросила в этот все равно полы я только мыла и под краном я его сполоснула нормально сейчас еще брошу порежу это баклажин будет вкусно этот хороший и этот хороший все один еще порежу все ладно пускай тушится короче вот такие у меня сегодня истории день день чудесный Юля счастлива везде как говорят везде все хорошо не бывает да иногда оно так и есть я надеюсь я ничего не перевернула баклажаны тети жанны мне Коля когда говорит ну все я поехал я говорю лети лети лепесток через север на восток через запад через юг возвращайся домой типа снова а он там мне в ответ про какую-то тьму стих сочиняет я говорю господи какая тьма я говорю ты че про тот свет что ли нет ну почему сразу про тот свет ну типа вот дома что ли позакрывать дома типа тьма понятно меня она рассмотрит колина мама да тетя Люба здравствуйте разочаровала я вас да ай-яй-яй у меня прям настроение упало извините дорогие зрители так что это на последний баклажан или кабачок нет этого кожа мне 33 года я до сих пор не знаю где лево где право нет я знаю что это право а это лево но когда у меня и быстро спрашивать им куда поворачивать направо или налево я куплю я не знаю я туплю вот реально все теперь мы сюда кидаем специи так чё там жидкость появилась не пила жидкости не сейчас соли добавлю по-любому должна жидкость появится так где вот перчик поток сначала это соль сразу со специи роллтон обычная не знаю кто из казахстана те все знают это кто наверное меня меня в основном с россии кстати смотрят там 65 процентов моих зрителей это россия россия чудесная страна так добавляем сюда вот такую вот а у вас в россии это можно заменить маги у вас тоже есть меня маги на говяжьем бульоне вот я его раньше обожала блин он прям такой пахучий прям реально говядина на косточке пахнет сейчас почему-то их уже нигде не видно я вот хожу в магазине сразу есть маги есть маги есть маги нету говорит нету нет так чуть-чуть красного перчика будет острова стинка мы добавили да теперь чё там жидкость появляется да потихоньку начала появляться вот это вот жидкость которая собственный сок овощей так теперь мы сюда о попить можно холодненько вот он это алкогольный квас я его все никак не могу допить но у меня уже на него иммунитет я уже не пленею от него короче капец но такой при вкус интересный так не до чего сюда что я хотела взять кетчупа майонез обязательно майонез я вообще много что готовлю с майонезом господи то нос чешется то глаз чешется о как хорошо видите да я добавила короче когда соли он сок сразу прям так стал выделяться блин красиво чай покажу выдавливаем сюда томата этого кетчупа чуть-чуть оставим на бутерброд и чешки да потом куплю я господи там оставлю чуть-чуть на бутерброд и чешки так теперь мы добавляем сюда обязательно майонез примерно столько же вот все это будет очень калорийно но это будет очень вкусно я я вот прям отвечал это убираем сразу по местам теперь я знаете что забыла чеснок теперь мы это хорошенечко перемешиваем пусть она тушится пусть она тушится можно газ наверно поставлю немножко поменьше вот вот чтобы она прям тушилась томилась крышкой накрыть и теперь чеснок чеснок натереть парочки шок все равно натру чтобы он не чувствовал я кусочками не люблю когда чеснок попадается в еде мой вообще не люблю вот он у меня уже готовый тихонечко натру одну вторую его выпало все вот это вот отлетает все теперь два дня и руки не отмоешь это чеснока вторую вот третья прям четыре больших нормальных зубчика чисто конец вот так вот третий и четвертый вот большой чеснок сейчас офигенный вот этот свежий не то что зимой какой-то полусухой блин полу гнилой полу какой-то желтый не запаха толком не сочности в нем ничего нету что я рассказываю вы сами прекрасно знаете все теперь мы это все берем и мешаем 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 хорошо господи это божественный запах это что-то с чем-то невероятное короче завтра мое питание я не буду ничего готовить завтра я его косовать буду сюда нужно добавить немножко водички потому что по любому надо совсем немножко чтобы был бульончик чтобы был бульончик вот и все пускай она так минут 20 у меня сейчас по бульончик покипит потомиться потушится чего показать эту красоту сейчас покажу вот я так рада была вас этим угостить потом когда приготовиться это невозможно все сейчас буду убирать вот это стало ждите моих новых видео